Вероника у нас побывала на японском фестивале, это из него пакет, нет, это из магазинов всяких Лаки Пак. Она купила вот такой вот Лаки Пак за 990 рублей, и в нем была куча-куча всяких сладостей, да? Вот это вот все-все-все, что было в этом пакете за 990 рублей. Ну и все. Не все это? А, что-то ты отдельно покупала. Не сладости, да. Да, и вот это я покупала отдельно. А, понятно. Там эти ценники, это отдельно. Отдельно у нас печенье, это с васаби, наверное, что-то такое, нет? Нет, 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 это с чаем, с зеленым чаем. А, все понятно, да, с зеленым чаем, можно было догадаться. А это что такое у нас? Вот, мармелад со сладким картофелем. Это вот традиционный японский мармелад. Ну, он даже больше похож на мыло, но, окажется, его надо резать или жевать, да? Да, он мне сказал порезать на маленькие кубики и пить с чаем. Говорят, с чаем вкуснее, с зеленым. О, с зеленым чаем, о как. Это печенюшки. Это тоже, это уже входило в пакет за 990 рублей. Это тоже печеньки, вот такие вот. А это синенькие, это конфеты, да, Вероника? Ну, они просто резинки, тут даже ничего не написано. В смысле, перевода не дает, сосательные леденцы, там видно, что там лежат сосательные леденцы. А это, похоже, жевательные леденцы, мне так кажется, судя по этому самому. Это мармелад, итальянский персик. Это мармелад. Понятно. Это тоже этот самый, как печенье, брауни. А, это известные штуки, они бывают разных вкусов, мы их покупали. Кубики, по-моему, самые вкусные, даже с начинками. Здесь рыбничка. Здесь часто бывают шоколадные, но такие клубничные очень редко. Это низкокалорийный батончик. Да, низкокалорийный. Это когда вам захочется, мало калорий. Десят калорий килокалорий. Вот, есть вот такое вот. Это яблочком нарисована конфета жевательная. А, это уже отдельно ты покупал, да? Да, это значок такой. Такая сумочка. Это не сумочка, это косметичка и пенал. А, вот это вот что? Это плакат. Это плакат. И вот такая вот еще фигурка. Это не игрушка, наверное, берлог или нет? Нет, фигурка. Странная фигурка. А, это вот из серии того, что ты покупаешь, и неизвестно, что будет внутри. То есть, покупаешь пакет, а что будет внутри, как повезет, да? Да. Помнишь, у нас ходили в аниме магазины, в аниме арки? Да. Ну, они просто цветом и костюмчиком отличаются, такие вот штуки. А что ты мне еще показывала брелок с этим? Давай пока покажу плакат, который лежал внутри. Вот такой молодой человек. Мужик. Так, и... Другой мужик. Нет, уж. Кадр. Кадры. Да, кадры. Да, понятно. И еще вот такой вот брелок. Я вот когда увидел, я сразу же сказал, Городник, это же будка из «Доктор Кто». Я бы не знал, при чем тут японская этот самый, но это на заднем плане явно будка из сериала «Доктор Кто». Там не только японские, там были еще по комиксам и по сериалу сверхъестественные, вот по «Доктору Кто» там были тоже всякие разные крылочки и подвески и там подобное. Возможно, это просто-таки одна из коллекций «Доктора Кто». Это вот сейчас вот метро «Бойковская», по-моему, да? Да, «Бойковская». Фестиваль еще будет в воскресенье, он продолжаться, если кто-нибудь захочет. Да, кто-нибудь захочет, заглянет, посмотрит. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»